Солнышко 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 Цагана Буген. Цагана Буген получил свою кличку в щенках, потому что Цагана Буген – это седобородый старец из японского фольклора. И вот на самом деле у него при рождении была белая прядка, и с возрастом борода просто стала седой. Вот это у нас такой Цагана Буген. Дома просто буга. Да, в общем-то, все собаки нашего питомника титулованные. И этот в том числе, он и занимал большие места на всемирных выставках, и европейские, не говоря уже про российские. На его счету чемпионский титул разных стран, в том числе и бест-энд-шоу разных стран, не только России. И он достойно всегда представлял наш питомник за рубежом. Только в прошлом году, будучи уже десятилетним, он выиграл бест-энд-шоу в Австрии на большой выставке ранга ЦАЦИП. Поэтому это очень-очень заслуженная собака. Почему именно керевлю терьеры? Вот вы, как вы ими начали заниматься? Почему именно эти собаки? Ну, вы знаете, мой путь в породу, в общем-то, был, наверное, достаточно традиционный. Но первая собака у меня была тибетский терьер голубого цвета. И потом, когда уже он был в преклонном возрасте, и поскольку мы себя уже не мыслили без собак, то как бы то, что это будет терьер, уже было предрешено. Только вероятно, это будет уже не тибетский терьер. Он, в общем-то, маленький, и порода в те годы 80-е еще была не сформированная. Соответственно, это был не тибетский терьер. И по цвету как-то волей судеб нашла случайно в каких-то старых энциклопедиях керри-блю. Совершенно они были другого образа, других стрижек. Но, тем не менее, они были блю. И мне посчастливилось найти в Москве щенка. И это было, наверное, отчасти предначертание моей сегодняшней деятельности. Мне достался очень хороший щенок, очень высокого уровня. И вот так получилось, что потом были только керри-блю. Первая собака была одна из лучших собак в России. В России был такой Монморенси Айриш-Хиппи. И был очень знаменитый питомник Айриш-Хиппи, в котором мы провели больше 15 лет. И только уже, можно сказать, получив опыт и знание об этой породе именно в этом питомнике, я уже организовала значительно позднее свой личный питомник. И основоположником моего питомника, опять же, был Монморенси. В том числе Монморенси есть и в этой собаке уже в прадедах. Но, тем не менее, основа основ нашего питомника – вот мой самый первый керри. Керри-блютерьеры – очень умные собаки. Однако они не готовы безропотно подчиняться своему хозяину. Они очень любопытны и любят, когда их хвалят. И этим стоит пользоваться при изучении новых команд. Не так ли, малыш? Существует и еще одна легенда. Жил человек, у него была собака. Собака сторожила дом и сад, но пришло время, и она состарилась. И тогда сказал себе человеку, «Зачем мне держать собаку, если она такая старая? Пойду и утоплю ее». Он отвязал лодку, посадил в нее собаку, который привязал на шею камень и поплыл на середину реки. Когда лодка отплыла от берега, человек встал, поднял собаку и бросил ее в воду. Но от резкого толчка лодка покачнулась, человек не удержался, упал в реку и стал тонуть. Петля с камнем соскользнула с мокрой шеи собаки, и она оказалась на свободе. И изо всех сил кинулась спасать человека. Человек остался жив. А когда на следующее утро он проснулся, то увидел в своем саду питомца цвета небес. Человек понял, что этой собаке присуще человеческое чувство. Спасая хозяина, собака посидела. Он стал заботлив и ухаживал за ней, пока она была жива. Вы все-таки заводчик с огромным опытом. И наверняка, как никто, знаете возможные варианты развития характера керриблютерьеры. Что это за собака и как она себя проявляет? Ну, опять же, возвращаясь к названиям, это терьер. Это терьер, это активность, это человек-ветеран, а тем не менее, это он еще в доме. Если его выпустить на улицу, вы никогда не скажете, что это собака в возрасте. То есть это активная жизненная позиция от начала до конца. Поэтому людям, которые хотят более спокойную собаку, надо очень серьезно задуматься, что вы берете опять же терьера. Но, несмотря на то, что это терьер, он в принципе был выведен как собака-компаньон. Ну, компаньон фермера. То есть он может охранять дом, он может пасти овец, он может ходить на ту же лесу или барсука. А любители охотиться у нас практиковали всякие виды работы керри-блю. Были даже люди, которые ходили на лося и кабана. И керри-блю, он не уступает ничем такой традиционной русской охотничьей собаке, как лайка. Опять же, собака, привычная для охоты на крупного зверя. Ну, единственное, что шерсть немножко мешает именно вот такой специализации керри-блю. Потому что, если эта собака выставочная, вот у нее ноги роскошные, вот у нее борода и челка. Если вы пойдете на болото или в репьи, то ваша охотничья собака превратится вот в такого аборигенного ирландского чумазого пса. Но, тем не менее, за счет того, что собака не была выведена для какой-то одной конкретной цели, она вот в жизни очень многофункциональна. Что вы от нее хотите, то вы от нее получите. У меня жизнь построена так, что в основном мы живем за городом, и собакам, конечно, скучно. И раз в неделю мы ездим на аджилити с молодыми собаками. То есть это собака, которая готова играть целый день, прыгать, бегать. И чем это будет больше в ее жизни, тем она будет благодарнее вам за вот такое предоставленное счастье. То есть собака любитель движения. Соответственно, те, кто хотят что-то поспокойнее, лучше сразу решить, что им керри-блю не нужен. И еще маленький нюанс – это, конечно же, опять же, роскошная шерсть. Опять же, вот мы начали говорить, что шерсть уникальна тем, что собаки не линяют. Соответственно, самые тяжелые аллергики могут заводить эту породу. Нет линки, нет мелкого подшерстка. Нет, несмотря на то, что собака с нарядной длинной шерстью, шерсти в доме нет. Она не падает. Вы можете только что-то вычесать из собаки механически. Собака без запаха. Собака без каких-либо вообще таких неприятных моментов, связанных в доме с шерстью. Но внешний вид керри – это стрижка. К этому тоже надо быть готовым. Да, и как часто вот этим надо заниматься, чтобы она была вот такой красавицей? Если говорить о людях, которые просто держат керри, обычно раз в два-три месяца, для того, чтобы он не потерял совершенно свой облик. Ну, мои собаки часто ходят на выставку, поэтому получается раз в месяц собака стрижется. Сама вот борода – это обязательный атрибут? Или есть люди, которые могут ее подстричь? Если вы хотите именно керри-блю, терьера, чтобы он соответствовал своему внешнему облику, то борода обязательно. На выставку без бороды вы не придете. Если собачка совсем старенькая, никуда не ходит, я, конечно, иду навстречу владельцу, но совсем у нас никто не отрезает бороду. Ее можно сделать покороче. Вот ветеран уже отрезали усы. В принципе, остальные собаки имеют длинные челки. На выставке челка доходит практически до уровня бороды. Вот у мальчика уже срезано по показаниям, скажем так. Так, возраст и ветеранские ринги позволяют иметь уже более короткое лицо. Это не портит внешний вид. Ну, а в жизни это, в принципе, пожилой собаке удобнее и владельцам удобнее. Но, тем не менее, тот, кто не хочет иметь бороду, лучше тогда сразу решить завести какую-то собаку без бороды. Или вы имеете красивую шерсть и облик, или вы имеете другую лысую собаку, за которой проще ухаживать. То есть 3-4 раза в год керри-блютерьера, даже сидящего на диване, вы должны постричь. Плюс еще, несмотря на то, что нет подшерстка, собаку нужно мыть и нужно чесать, чтобы все вот эти вот роскошные лапы, они скатывались. Если говорить о выставках и о классическом, так сказать, виде собаки, что может быть плембраком? И что это является, в принципе, по стандарту? По стандарту первое, самое главное, опять же, возвращаясь к шерсти, плембрак – это черный окрас, неперецветающая собака. То есть рождаются они черные и обязаны перецвести или хотя бы иметь признаки перецвета после 18 месяцев. То есть эта собака может перецветать через коричневый. Бывают такие вот шоколадные варианты, но это уже перецветающая собака. То есть претензий к молодой собаке в коричневом окрасе на выставках быть не может. Но собака должна иметь хотя бы намек на перецвет. Или вот отдельные хотя бы светлые волосы на черном фоне, или вот идеально уже яркие, перецветающие. Бывает очень раннего перецвета собаки. Ну, как правило, к двум годам все собаки, хоть худо-бедно, как-то имеют правила перецвета. Совсем черного окраса я уже давно у нас не видела. Хотя, в общем, можно сказать, что собаки в целом по миру немножко потемнели. Ну, это... Не то, что теряют. Это отчасти дань моде. Отчасти появились несколько производителей темного окраса, которые использовались активно. И во всех питомниках немножечко возникла такая проблема. Плюс еще собаки немножко подросли. То есть в стандарте эта собака кобели до 49 с половиной, девочки до 47. В общем-то, когда очень много крупных собак, то судье ничего не остается делать. И как бы немножко закрыть на это глаза. Плюс еще, как говорится, если эта собака очень хорошая, то судья рост ей простит. Ну, а если эта собака не очень хорошая, то там уже, наверное, не только в росте дело. Но, тем не менее, такие проблемы в породе существуют. Я хотела просто сказать немножко про свой питомник. У меня линия, которая немножко имеет поздний перецвет. У меня собаки имеют очень густую шерсть. Очень удобная для грумеров. Очень удобно формировать именно линии собаки. Но собаки, имея такую густую красивую шерсть, немножко позже перецветают. То есть они приобретают голубой окрас, как правило, в районе трех лет. Поэтому зачастую, иногда, бывают претензии к собакам. Вот в этом промежуточном периоде собаки настолько хороши, что, как правило, цветом не мешают. Можно и с черной собакой, и с темной собакой поправляюсь обыграть голубую. Только если будет совершенно равноценная собака, но в голубом окрасе с правильной шерстью, тогда судья сделает скидку на цветы шерсти. А так, в общем-то, каких-то привилегий цвет на выставке не дает. Главное, чтобы собака имела перецвет. И желательно, конечно, иметь еще такую традиционную именно ирландскую шерсть с крупным локоном, с мягким завитком. Ну, это уже мелкие такие нюансы внутрипородного свойства. Не знаю, насколько интересны обывателю, но вот такая порода существует. Соответственно, существуют проблемы с шерстью, существует мода на стрижки. Ну да, как везде. Да, да, да. Существует легенда, что в древние времена, где-то у берегов столь же древней Ирландии, потерпел крушение русский корабль. Среди немногих выживших оказался пес голубоватой масти. В связи с чем, говорят, что именно он и оказался прародителем всех существовавших и ныне живущих Керри Блю Терьеров. Керри Блю Терьер – отличный сторож и отменный красолом. Однако сегодня они радуют своих хозяев не только как домашние любимцы и помощники по дому, но и благодаря тонкому нюху работают в полиции. Я читала, что такое понятие, как дрессура, по сути своей к Керри Блю не относится. Есть скорее воспитание и тот факт, что они любят похвалу, и этим надо пользоваться. Насколько это правда? Я не могу на 100% согласиться с этим. В принципе, Керри – очень мобильная собака и поддаётся дрессировке любому человеку, даже не специалисту. То есть все наши собаки в квартире, они практически понимают человеческую речь. Стоит там взять ключи от машины и знать, что время возможной поездки собака уже всё считала, всё поняла, идёт. Если вы говорите о дрессуре, как желанию заниматься на дрессировочной площадке, Керри тоже очень подойдёт. Он любит вообще не только дрессуру, любые подвижные игры, и дрессуру в том числе. И узнавать новое – это, в общем-то, характеристика для Керри. Он с радостью будет обучаться, лишь бы у вас на это время хватило и желания. Потому что собака, опять же, для активных людей. Хотите дрессировать – дрессируйте. Хотите научить любому фокусу собаку? Это собаку можно научить, не прилагая особенных усилий. Есть породы, которые предназначены для какой-то конкретной цели. Действительно, там их… Все породы можно дрессировать, только больше или меньше усилий прикладывать к этому вопросу. Хотите заниматься более подвижными спортивными играми? Сейчас куча специальной дрессуры у собак, типа agility, типа танцев с собаками, типа движения на скорость. Керри тоже для этого очень хорошо годится. Может быть, что-то из выставочных стоек или что он может показать? Легко, легко. Хоть это у нас пенсионер, но он с удовольствием покажет. Бугай. Бугай. Вот стойка Керри Блютерьера. Вот он может так стоять столько, сколько я захочу. Право! Молодец. В принципе, на выставке, кроме стойки и движения вперед-назад, на Руси, в правильном темпе, с удовольствием, с темпераментом, от собаки ничего не требуется. Хотя этому тоже надо, конечно же, собаку учить. Он очень любит выставки, он будет все время нас уговаривать, чтобы его поставили, чтобы ему показаться, чтобы ему заработать кусочек. Это тоже, в общем-то... Лакомство. Да, это, как у многих пожилых собак, первое и во главе всей его жизни. Бугай. Бугай. Ну а вот как и игривая собака, можно его считать игривым? Да, да. Несмотря на возраст, он будет играть со всеми нашими остальными собаками и зачастую еще и главенствовать и навязывать свои правила игры. Бегать, прыгать, кусаться, валяться. Все это у них в стае, конечно, каждый знает свое место, но тем не менее он никак не выступает более молодым. Поэтому не могу сказать, что он много команд знает, но, в общем-то, ему как бы приходилось в основном просто путешествовать, просто ходить на выставки и быть удобной собакой в доме. То есть без повода собаки не лают, хотя живут за городом, есть повод полаять, поохранять. Святое дело для любой собаки. А сказать, что она будет надоедать в жизни, пришли гости, да, собаки встретили, пообщались, пожалуйста, можно сесть, спокойно поговорить. Ну, кроме того, что они будут пытаться попрошайничать, требовать, почесать их. И вообще гости приходят к ним, поэтому как бы собака все время при людях. Кереблю нелюдимых я не встречала. Они все любят людей, любят общение, любят игры, и чем больше, тем лучше. Жизнь терьера, она вот такая вот активная, активная с утра и до вечера. ПЕСНЯ Вы обращали внимание, кто чаще всего берет керри-блютерьеров? Какой тип людей? Вы знаете, я бы сказала, что в принципе у нас совсем случайных людей в породе нет. Во-первых, если керри берут, то, как правило, берут потом второго, третьего, отживает собачка, берут следующего. И люди, пришедшие в породу, уже представляют себе немножечко, что они берут. То, что это труд. И вот сказать, что у меня есть владельцы, которые не понимают свою собаку, не любят или не ухаживают, то, в общем-то, практически единичные. Конечно, бывает, что люди случайно увидели, ах, голубой красавец, вот такая шерсть. Но это все сделано руками, это требует работы постоянной. И сейчас я даже не могу сказать, что у меня есть вот совсем владельцы, которые не ходят на выставки. И мало сказать, что это, как правило, интеллигенция. И случайно об этой собаке не узнаешь, потому что их очень мало, их почти нет на улицах. То есть, если мы видим Вест-Хайлендов, Терьеров, Фокстерьеров, Эрделей, благодаря электронику, да, или какие-то еще фильмы прошли, появился бум на определенную породу. В тех же 70-х прошла Лесси, у нас Москва была запружена Колли. Если какая-то порода модна именно как выставочная, тоже, соответственно, бум на эту породу. Керри, модной породы никогда не было. И слава богу, наверное, во-первых, нет потока производства этих собак. Попадает она действительно, как правило, в семью не случайно. Уже что-то люди о них знают. Ну, а бывает такое, что отказываете? Все бывает, как в любой породе. Бывает, что собаку взяли, она прыгает, она мешает жить спокойно. Единичный случай, ну, бывали, да. А вы отказываете, бывает? Бывает, что да. Бывает, что и я отказываю. Слава богу, у нас щенков очень мало. В общем-то, у нас питомник небольшой. И за 20 лет у нас в питомнике родилось всего 115 собак за 20 лет. То есть у нас один-два помета в год. И поэтому продать собаку проблем нет. Главное, найти руки, которые будут эту собаку воспитывать так, как надо, будут за ней ухаживать. И мне, конечно, очень важно, чтобы эта собака показывалась. Потому что практически все собаки, рожденные в нашем питомнике, они идут на выставку. Ну, а вот относительно взаимодействия с другими животными, ну, домашними, да, если у людей есть кот, например, и с маленькими детьми. Это собака-компаньон. То есть в ней не заложена агрессия. Да, она активна, но она может быть воспитанной, она может быть очень понимающей ситуацию. У меня тот же самый Монморензи вырастил моего сына. Он учил его ходить. И собака все это терпела, да. Терпела там выковаривание глазок, укусы за хвост, за уши. То есть, в принципе, этого бояться не надо. Хотя на заре развитие породы керри были, в общем-то, с более дурным характером. Они были, наверное, ближе к терьерам. Агрессивные достаточно собаки. В принципе, керри не такой, конечно, простой пес. К этому тоже надо быть готовым. И тут уже зависит от вас, от вашего умения общаться, воспитания собаки. Но, как правило, с детьми проблем нет. Как правило, это друг. Наоборот, он помогает родителям. Если ребенок плачет, у меня очень многие владельцы говорят, что собака прибежит и позовет. Или если что-то еще произошло с ребенком, собака приведется, покажет, скажет, что это не я, что это он. И, в общем-то, собака, которая может защитить и ребенка, и взрослого человека, и от других собак, и от людей. В общем-то, несмотря на небольшой размер, это хорошая рабочая собака. Вы, как опытный владелец, можете дать один универсальный совет людям, которые хотят себе завести керри-блю, но сомневаются? И вот у них когда? Может быть, они не уверены справиться? Может быть, они не уверены, будет ли у них время? Вот какой совет людям, которые выбирают? Если это активный человек, керри-блю только украсит жизнь этого человека. Он сам будет счастлив, он готов бегать с вами бегом, на пробежках, на велосипеде, плавать, на яхте, нырять, купаться, все что угодно. Гулять в лесу. Если это более спокойный человек, наверное, я бы, может быть, не посоветовала керри-блю. И, опять же, надо рассчитать свои силы, насколько вы готовы к тому, что эта собака требует постоянного ухода за шерстью. Если вам некогда, я ни в коем случае не пугаю желающих завести эту породу, но раз в неделю собаку надо расчесать. Я не чешу своих собак каждый день, чтобы они так выглядели, но раз в неделю надо найти время, 15 минут для того, чтобы собаку расчесать. И чтобы она действительно своим внешним видом, не только характером, доставляла вам эстетическую радость. Активная собака для активных людей. Субтитры создавал DimaTorzok